Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенная. Если же вы пропустили то или иное состязание и не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» еженедельной даджи спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт! Внимание! Мат! Прошел финальный этап «Малышиады» для юго-западных районов Нижегородской области. Состоялся он 4 апреля. В Иксу приехали победители муниципальных этапов из Вача, Вознесенского, Сарова, Первомайска и Дивеева. Дети состязались в эстафете на скорость сдачи норматива ГТО и показательных выступлениях по аэробике. По итогам всех испытаний саровчане завоевали второе место. В честь нашего города отстояла команда детского сада номер 30 «Гвоздичка». Подготовил ребят инструктор по физической культуре Игорь Черкесов. 9 апреля. В многофункциональном спортивном комплексе базы отдыха «Изумруд» в Нижегородской области прошло первенство России по бадминтонам. Саров и Нижегородскую область представляли все спортсмены молодежного центра. В полном составе ребята вошли в сборную команду Нижегородской области и по итогам соревнований команда заняла второе место. В индивидуальном зачете Арсений Кудашкин стал абсолютным победителем, завоевав первые места в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Павел Кудашкин занял вторые места в одиночном и парном разрядах и поднялся на третью ступень педестала в соревнованиях смешанных пар. Андрей Тачилин взял бронзу в одиночном разряде и серебро в парном. Дмитрий Телеменев выиграл первое место в парном разряде. Завершилось открытое первенство РФАЦ в НЕФ по мини-футболу 2019 года По итогам соревнований места распределились следующим образом Первое место у команды Вангард, второе у СРФТИ, а третье место Динамо из воинской части Команда Дюшикар из Сарова, которую тренирует Алексей Серебров, стала чемпионом открытого первенства города Кстол по футболу среди команд 2006-2007 годов рождения сезона 2018-2019 года Не проиграв сезон ни одной игры, лучшим нападающим чемпионата признан Кичкаев Артем Команда Дюшикар Финал чемпионата области по баскетболу среди мужских команд первой лиги прошел на базе Дюш-юниор Богородск привез на финал сильнейших баскетболистов-спартаковцев, при взгляде на которых сразу была понятна игра, не будет легкой для команды ядерного центра Мы на игру съездили и посмотрели на красивый матч своими глазами С первых минут матча команда гостей взяла инициативу в свои руки Уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне привели к тому, что к концу первой четверти Богородский Спартак уже вел в счете Из-за большого напряжения спортсмены то и дело шли на обострение игры, чтобы сорвать атаку противника Все хотят выиграть, не хотят проиграть конкретно участок площадки, это нормально У нас за всю, за половину игры один неспортивный фол, но это было связано с тем, что игрок хотел сорвать атаку И не играл в мяч, а играл в игрока Но это тоже игровой момент, но он, оказывается, неспортивный фол Команда из Сарова в первой лиге играет почти 20 лет Баскетболисты давно сыгрались и на площадке понимают друг друга без слов За 17 лет они не раз выходили в финал областного чемпионата, завоевывали награды, разного достоинства и даже были победителями Их соперники из Богородска наигрывать свой победный состав начали относительно недавно У них было два баскетбольных клуба Спартак и ФСК Потихонечку объединились они И вот на протяжении уже, наверное, последних 4-5 лет они вот играют в этом формате Шансы на победу обеих команд были примерно равны Силы опыта им не занимать и сдаваться без борьбы они были не намерены В такой ответственный момент исход поэтинка могло определить одно неверное тактическое решение или назначенный штрафной бросок Обе команды равны и, я думаю, развязка будет в последней четвертой четверти Так и получилось, приняв на себя роль догоняющих команда ядерного центра За оставшееся время смогла сократить разрыв в 20 очков и довести игру с минимальным отрывом до финального свистка Чемпионами первой лиги по баскетболу среди мужских команд в этом году стали спортсмены Богородского Спартака И еще про баскетбол 13 апреля в юниоре пройдет битва самых титуловных баскетбольных команд Нижегородской области Саров и Заволжья Игра финальная и заключительная в сезоне Не пропустите! Начало в 3 часа дня Волейбольная команда школы номер 20 успешно выступила в Сергаче на областном этапе всероссийских соревнований по волейболу Серебряный мяч По итогу встречи у наших ребят бронзовые награды С призерами встретилась Ирина Мушегородцева Дополнительные занятия по физкультуре, тренировка подачи блоков Капитан сборной школы номер 20 Никита Джоев занялся волейболом 3 года назад За это время спортсмену и его коллегам по команде удалось завоевать титулы призеров и победителей школьных и городских соревнований В этом году волейболисты повысили планку и успешно выступили на областном турнире в Сергаче Было прям супер! Такие эмоции мы никогда не испытывали, потому что это первое наше областное соревнование Вот! И заняли третье место По словам Никиты, на турнире сложнее всего было настроить команду на победу По мнению капитана, общий результат зависит от каждого игрока Во-первых, надо справиться с волнением и настроить команду на победу Поддерживать всегда, даже если, например, что-то не получается, поддержать, чтобы в следующий раз у человека это получилось Всего в турнире серебряный мяч приняло участие пять юношеских команд со всей Нижегородской области Соревнования проходили по круговой системе Каждая команда должна была сыграть друг с другом по одной игре В тройку призеров наша команда вошла практически без поражений Сейчас спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям по волейболу, которые пройдут в апреле в Нижнем Новгороде 13-14 апреля в Ледовом дворце пройдет турнир в Фиатсмнеф по хоккей Начало 13 апреля в 9 утра закрытие и церемония награждения пройдет в воскресенье в 15 часов Гостями нашего города станут хоккеисты из Нижегородского НИИСа Вы как хотите, но с наступлением тепла все мои мысли в голове только про лето А летом один из самых классных видов активного вода, а это, конечно, плавание Пожалуй, самым необычным видом водного спорта в нашем городе можно назвать сапсер Я прошлым летом на таком поплавал и рассказывал о том, с чем едят такой вид спорта В предвкушении лета давайте вспомним, как это было Наступило наконец-то лето, это значит, что можно отправляться в отпуск, брать путевку, ехать на юг и там купаться А можно сделать проще, можно выйти из дома даже ранним утром, приехать сюда в Майами парк и начать осваивать, например, новые виды спорта Сапсерф, вот он, вот эта огромная доска, друзья Рассказывает мне про это будет Наталья Привет! Конечно, это уже больше философия, это больше отдых, хобби, приятное времяпрепровождение С чего начинается обучение катанию на сапсерфе? Ну, в первую очередь, нужно попробовать постоять на доске на суше Мы ляжем на доску, ляжем на доску Для того, чтобы просто почувствовать ее, то есть мы будем лежать на воде Хорошо, да? Вот уже здесь хорошо Прямо сейчас уже как будто я в отпуске Дальше мы с тобой потихонечку сядем На колени или сразу на попку? Я бы советовала сесть сначала на попку, то есть все постепенно Дальше мы встанем Попробуем так поплавать И дальше мы уже встанем окончательно И вот она, начинаем плыть Ну что, спускаем корабль на воду Го! Дорогие друзья, вот в общем как бы вставать на колени на ней не суперсложно Мне потребовалось для этого 2 минуты Из тех 15, которые затратила Наталья на свое обучение По-первых, на самом деле очень сильно напряжены ноги Пытается организм найти баланс Но как только ты его находишь Вообще сразу, вообще сразу пропадает любое желание возвращаться на берег Потому что этим можно заниматься бесконечно А как вы видите, меньше 15 минут И человек, который никогда не стоял на подобном плавательном средстве Умудрился проплыть, вернуться на берег И даже ни разу не упал в воду Это круто! Попробую еще разок А еще, друзья, на сапсерфе можно поиграть в индейцев Казалось бы, странная детская игра, когда одни индейцы, вторые охотники за ними Здесь тоже самое, можно поиграть Ведь по большому счету на сапсерфе-то что? Это каноэ, на которое индейцы могли аккуратно к захватчикам своим приближаться Примерно так Они садились, мягко опускали весло в воду и тихонько гребли Эй, испанцы! Ну, примерно так Ну что, попробовал на себе в первый раз в жизни прокатиться на сапсерфе И хочу вам сказать, что это очень просто и непередаваемо круто Если у вас есть желание, но вы всегда боялись и не знали, что это такое Приезжайте в моем парк и попробуйте на себе Вы не пожалеете ни разу Такой была эта спортивная неделя в Сарове Состоящая из побед и поражений, успехов и неудач Хотите быть в курсе всех наших новостей? Первым узнавать самую актуальную информацию Или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал в Ютубе И присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники Всем побед! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok